По сообщению журналиста портала TalkSports.com Майкла Бенсона, Всемирная боксерская ассоциация WBA приняла решение лишить теперь уже экс-чемпиона мира Дениса Лебедева титула WBA Super в первом тяжелом весе. Взамен Денису был присвоен статус чемпиона в отпуске, дающий право немедленной встрече с действующим чемпионом в будущем. Таким образом, Денис все же лишился своего пояса WBA, который принял решение не выставлять на кон в проигранном бою с Муратом Гасиевым. Полноценным чемпионом мира теперь считается юниор Дортикас, который 3 февраля встретится с Гасиевым на ринге в Сочи. Победитель суперсерии теперь имеет возможность стать обладателем всех четырех титулов чемпиона мира. Амбассадор первого международного боксерского форума в Сочи, казахстанец Геннадий Головкин стал обладателем двух почетных наград в номинациях «Боксер года» и «Лучший бой года». Первую награду Геннадий Головкин получил из рук президента Всемирного боксерского совета Мауриюся Сулеймана. На первом международном открытии боксерского форума и получить ваше признание, вашу награду, ваши аплодисменты для меня это большая честь. По-человечески вам скажу спасибо большое. Также Геннадий поднялся на сцену для получения приза в номинации «Лучший бой года» за поединок против Сауля Альвареса, который прошел 16 сентября в Лас-Фегасе и завершился в ничью. Самым техничным боксером признан Винсуэлец Хорхе Линарос. Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондер считает, что Геннадий Головкин не получит справедливого решения судей, если его реванш Саулем Альваресом вновь выйдет близким. Лично я считаю, что в карде Далахои трудно побить Канело по очкам. Канело единственный человек, с которым они пытались ограбить Флойда Мейвезера. Если в итоге будут близкие очки, то Головкин не выиграет. В таком случае победу отдадут Канело. Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Джаред Хёрд уверен в своем успехе против Эрисланди Лары. Уверенность Хёрда подкрепляется просмотренным боем Лары против Альфреда Ангула, который, несмотря на поражение по его итогам, несколько раз отправил кубинца в нокдаун. Я считаю, что стили делают бой. Мой стиль немного похож на стиль Ангула, но я гораздо больше, гораздо сильнее и быстрее. Если я буду использовать свой стиль, силовой и агрессивный, то смогу победить. Мой бой с Адамом Али уже обсуждался, но он природный полусредний вес, а я самый большой парень в этой весовой категории. Не думаю, что он будет со мной драться, но если захочет, то я соглашусь на такую возможность. Еще бы с удовольствием подрался с Кэллом Бруком. Субтитры сделал DimaTorzok